Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня среда, 15 января. У микрофона Алексей Сорокин. Все больше на полках магазинов появляется фермерской продукции. Мясные продукты, молочка, хлеб. Все ведь свое, родное. Вкуснее, не правда ли? Однако мало кто знает, что прежде чем попасть на полки, фермерский продукт рождается в муках. На долю фермеров выпадают нелегкие испытания. Труд от зари до заката, неурожай, падеж скота. И без помощи программ поддержки начинающих и опытных сельхозтоваропроизводителей им было бы еще труднее. Мы узнали, с какими проблемами приходится сталкиваться фермерам, как и чем им помогает государство, и как можно вывести фермерство на новый уровень. Нашей первой собеседницей стала жительница маленького поселка Щербаковка Меликесского района Инна Зорова. Разведением скота она занимается уже более 20 лет. Сейчас в хозяйстве 14 голов крупнорогатого скота, 30 баранов и мелкий скот. Крупнорогатым скотом занимаюсь очень давно, еще мои родители занимались. 20 лет назад я переехала в Щербаковку жить. Я тоже сразу коров купила, бычков купила. Уже 20 лет я сама лично занимаюсь. А учились ли вы где-то животновозчиком? Это все пришло со временем. Я училась в Димитровграде на профессию слесарь механсборочных работ. Моя профессия к отношению к сельскому хозяйству никакую не имеет. Но с годами вот все пришло само. И сильно таких больших трудностей вроде бы не замечались. Сено заготавливали, солому. Поля есть у нас рядом. Пожалуйста, разрешали. Надо, берите. А ощущаете ли вы поддержку государству? То, что я получила грант, конечно, это очень хорошая помощь. Конечно, хотелось бы больше, чтобы было по голове. И никогда ты не купишь. Например, если вот у меня во дворе было 6 дойных коров, и мне хотелось больше. Ну, это если только держать телят, телочек, и выращивать их потом на корову. Но это очень длительное время. Чтобы хорошая корова получилась из теленка, надо 2 года ее держать. Грант идет не только на покупку крупнорогатого шарфа, скота, то есть коров. Но еще и техника. Потому что у меня 106 гектар земли в аренду я взяла. Ее обрабатывать надо. Трактора я взяла в аренду еще. А дает ли фермер на селе рабочие места? Да. У меня работают 3 человека. То есть доярка и телятница. И скотник, слесарь, он как разнорабочий идет. То есть это сын у меня устроенный. Но люди с удовольствием хотели бы, конечно, еще чтобы я их взяла на работу. Но так как у меня пока маленькое хозяйство, пока мне 3 человека вполне достаточно. Но придет время, мы будем расширяться. Конечно, мы догоним поголовье до примерно 26-30 дойных коров. Конечно, мы там еще возьмем на работу кого-нибудь. Я постараюсь выйти на хороший уровень, чтобы авторитет хороший заработать. Так скажем. В вашем представлении фермер на селе, вот кто он? Является ли он чуть ли не единственным кормильцем на селе? Возможно. Ну вот, например, в моей маленькой деревне, где у меня по списку идет 87 человек, может быть, да, конечно, я и буду так. Ну хотя у нас мужчины работают заохлебороб. Это Ершов в Новой Майне. У нас еще работают агропрофили. Это Лупоносов. То есть мужчины у нас там трактористами работают. Для мужчин есть работа, для женщин нет работы. Может быть, так и получается. Но авторитетом пользуются или нет, ну это все от человека зависит. Я также хожу на работу утром в 6 часов вместе с дояркими. Я также вечером прихожу вместе с дояркими. Я также и навоз чистую, и молоко выношу, заношу там. То есть я не считаю, что я какая-то белая птица. А можно вот узнать поподробнее о вашем селе Щербаковка? Вы уже сказали, что там довольно мало людей живет. Раньше, 20 лет назад, самый большой колхоз был СПК Черемшанский. Славился был Крупский и был СПК Черемшанский. То есть было три отделения. В Новой Майне были фермы в Щербаковке. Коровник был, телятник был. Заречная Слобода у нас тут еще рядышком был. Там свинокомплекс был. То есть люди раньше жили этим. Теперь уже я вот 20 лет живу здесь. СПК Черемшанский развалился. И больше никаких колхозов нет. Деревенька стала, конечно, маленькая. Дети, которые были, выросли уже и уехали в город жить. Но также у нас есть люди, которые приезжают в деревню жить. Вот есть у меня сосед, он приехал в Тольятти. Ну, семья у него в Тольятти живет. А сам он здесь в Щербаковке, и он разводит баранов. У него сейчас вот уже пятый год. Тоже потихоньку вот он разводит. Личное подсобное хозяйство. Конечно, и магазины раньше были, и медпункт у нас раньше был. Сейчас этого ничего нету. К сожалению, нету. Но я постараюсь, когда мы хорошо встанем на ноги, моем фермерское хозяйство, все-таки помочь жителям и открыть магазин там. Пусть не такой магазин, конечно, большой, как магазины в Димитровграде там, или вот даже в больших поселках. Первая необходимость, где можно было купить крупы, сахар, соль, хлеб, конфеты. Ну, мясная продукция какая-нибудь там, колбаса и все остальное. Я постараюсь не бросить Щербаковку. Сильно ли по качеству отличается фермерская продукция от того, что лежит на полках наших супермаркетов? Ну, конечно, отличается от магазинного. И по качеству, и по консистенции по самой. Что желток, что белок. Молочная продукция, я думаю, что тоже, конечно, отличается. Хоть и пишут жирность там, например, 3,5-4 жирность молока, но я думаю, что там этого нету, такой жирности. Раньше привыкли к одному, вот более взрослой поколении, это вот 55 плюс, например, скажем, даже 65, наверное, вот плюс года. Но я бы не сказала, что там яд, отрава или еще что-нибудь. Ну, покупают, ну, куда деваться. Хотя вот сейчас я, когда 22 декабря я завезла коров, помимо своих вот уже, есть люди, которые говорят, да че это, да надумала, да зачем это взяла, да ермо себе повесила, ничего у нее не получится. То есть я оптимист. Я все время верю, что все будет хорошо. Я все время верю, что у меня получится. С этим живу, и это у меня получается. А люди есть люди, они разные есть. Не нам их судить. Ну, хотя у меня жители вот в Щербаковке, ну, молодцы, ничего не скажу. И поддерживают, и вот, когда мне нужно было рабочих набирать уже, и вот Клевова Валентина Алексеевна, она самая первая откликнулась, она сказала, ну, я иду. Она доярка со стажем, она всю жизнь проработала дояркой. Всех фермеров объединяет одно – любовь к своему делу. Это тяжелый труд, который сможет выдержать не каждый. Поэтому-то фермер на селе чуть ли не самый уважаемый человек – кормилец. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. В сельских школах появляются так называемые «точки роста» – центры цифрового и гуманитарного профилей. Дети получают там знания по самым разным компетенциям – от шахмат до знакомства с виртуальной реальностью. Открытие этих центров стало возможным благодаря быстрому включению региона в национальный проект образования. Область приняла участие в самом первом конкурсном отборе. Победа помогла привлечь из федерального бюджета более 44 миллионов рублей. Результат не заставил себя долго ждать. Точки роста открылись в 29 школах сельской местности. Продолжит министр образования и науки Улевнской области Наталья Семенова. 29 точек роста в школах, расположенных в сельской местности. Мы в этом году создали оборудование современное, включая квадрокоптеры. Я часто шучу на встречах с нашими жителями, чтобы не пугать людей зрелого возраста, когда над их огородами пролетит квадрокоптер, чтобы они не удивлялись, что это не что НЛО. Нет, это новые технологии в обучении наших детей. В 2020 году это количество увеличится. Мы создадим 42 точки роста. И далее у нас задача 200 школ на территории нашего региона, в сельской местности, обеспечить вот такими новыми зонами для обучения наших детей в селе. И это позволит сократить грань между сельской школой и городской. И, соответственно, расширяет возможности наших детей в получении дальнейшего образования. Если говорить по финансированию, то одна точка роста на школу стоит порядка полутора миллионов рублей. Следующий проект, в который мы заходим в 2020 году, это цифровая образовательная среда. Суть этого проекта – заменить полностью компьютерное оборудование в школах, добавить современное оборудование – это и 3D-принтеры. И стоимость одной школы, куда мы зайдем с цифровой образовательной средой – это 2,5 миллиона. То есть даже вот те цифры, которые я называю финансовые, они подтверждают, что действительно, вкладываясь в инфраструктуру школы, нам удается, меняя среду, поменять процесс обучения. Одна из таких точек роста открылась и в селе Акшуат Барышского района. На ее создание были выделены средства из федерального и регионального бюджетов. Теперь эта площадка может похвастать образовательными программами с обновленным содержанием и материально-технической базой. Подробнее расскажет директор средней общеобразовательной школы села Акшуат Валентина Лапшова. Точка роста на базе нашей школы функционирует всего лишь несколько месяцев. Здесь вложены были разные средства. Из местного бюджета было выделено 500 тысяч на ремонт трех классов, в которых размещена была точка роста. И, соответственно, из федерального бюджета мы получили на оборудование полтора миллиона. Я отработала в этой школе 33 года. И когда я узнала, что будет закупаться, мое первое впечатление было, думаю, что мы с этим будем делать. Потому что я была против того, чтобы, например, в школе был шлем виртуальной реальности. Я считала, что это просто игра, игрушки, которые совершенно бесполезны в учебном или воспитательном процессе. Но когда мы получили это оборудование, мы были очень приятно удивлены. Вся эта материальная база, которую мы получили, она настолько помогла по-другому взглянуть и изменить не только образовательный процесс, но и воспитательный процесс. И оказалось, что шлем виртуальной реальности – это совершенно не просто для того, чтобы дети развлекались. Дело в том, что вначале, конечно, когда мы включили это оборудование, первые были – это были просто обычные игры. То теперь ребята на внеурочные деятельности по занятиям по дополнительному образованию, они работают совершенно с другими программами, и они могут попасть в виртуальную лабораторию, например, ученых-химиков, или же посмотреть внутри, как бьется сердце человека. Это совершенно другое мировоззрение, это совершенно другое образование. Это вот шаг, какой это сделали сельские школы в будущее. Это нам помогает нашим детям, чтобы, окончив нашу школу, они могли выбрать себе профессию по душе. Ребята имеют возможность работать и с квадрокоптерами, то есть научиться съемку, и с 3D-принтером, и с шлемом виртуальной реальности, узнать, что такое интерактивная панель. И, соответственно, конечно, заинтересованность детей стала намного больше. Поэтому здесь наглядно мы видим, если раньше у нас мультимедийное оборудование было, был просто телевизор, о том, что мы сейчас получили, мы могли просто детям рассказывать. Ну, они просто это видели. Теперь они это держат в своих руках, они понимают, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы заинтересовать детей. Во-первых, ребята стали по-другому смотреть на процесс образования. У них появилось больше заинтересованности. Они теперь прекрасно понимают, для чего нужно изучать и интересуются робототехникой. Они знают, для чего нужно все это оборудование. Для того, чтобы могли создать какие-то свои творческие проекты. Для того, чтобы эти проекты были не просто на бумаге и воображении, чтобы они могли их воплотить в дальнейшем в жизнь. А выпускникам школ 10-х и 11-х классов нужно защитить обязательно проект, чтобы был допуск к итоговой аттестации государственной. И как раз вот сейчас вот эта база помогает пересмотреть взгляд на эти проекты. Проекты совершенно другой направленности. И они имеют современные направления. Школьники с большим интересом знакомятся с новыми взрослыми игрушками, квадрокоптерами и очками виртуальной реальности. Технологии сразу же пошли в дело. Ребята снимали с высоты птичьего полета экологическую тропу в Акшуатском дендропарке. Об этом проекте мы узнали от учащейся средней общеобразовательной школы села Акшуат Полины Крей. В нашем дендропарке есть экологическая тропа. И как раз таки с помощью квадрокоптеров мы ее снимаем. Потому что не у всех людей есть возможность приехать к нам в Акшуат, рассмотреть там все. Мы решили создать проект по виртуальной экскурсии по нашему лагерю. В этом году в области откроются еще 42 точки роста. А в скором времени их количество планируется увеличить до 200. В начале недели мы отметили День российской печати. А сегодня юбилей у нашего старшего коллеги Александра Михайловича Богатого. Ему исполняется 85 лет. Последнее место его работы – Ульяновский обком партии, заведующий сектором печати. Помнится, было время, когда все журналисты, особенно руководители местных СМИ, знали эту фамилию наизусть. Последний год работы Александра Богатого – 1991. Год, когда после провала ГКЧП была прекращена деятельность компартии Советского Союза. Но Александр Богатов до назначения в обком партии работал рядовым журналистом. Профессия нас объединяет до сих пор. Моя коллега Наталья Козина встретилась с юбиляром. Это просто и сложно одновременно рассказать о человеке, которому исполнилось 85 лет. Первое впечатление от встречи с Александром Богатовым – подвижный. Он легкий на подъем, всегда готовый к новым встречам. А какой у него ясный ум! Поэтому для журналистов он – находка, невероятно интересный собеседник. Потому что повидал немало, испытал сполна. Есть что вспомнить, есть что рассказать. Он много пишет до сих пор. Правда, уже не журналистские статьи, а книги. На интервью со мной он пришел с пакетом, полным книг. Его книги – это воспоминания. Среди книг есть и сборники стихов. Да-да, Александр Богатов пишет стихи. Мы услышим их сегодня. Он деревенский парень. Вырос в большой семье. Тяга к знаниям была всегда. Подрос, решил стать учителем. Работа в сельской школе ему до сих пор снится. Есть целые полосы жизни, которые оставляют хороший след. Но есть мгновение. Вот есть у меня такое мгновение, которое я бы хотел перекрутить еще раз. Это когда я начал работать учителем в школе. Через два месяца меня взяли в армию повестка дня. А где вы начинали работать? Учителем и что преподавали? Работа я начал в Татарии, в Якутееве. Вышли меня провожать вся школа. Мне дали подводу, сели, поехали. И даже платки дарили, там все остальное. И вдруг мы выехали за село, смотрю, точка, черная дочка. Приближается, приближается, и все. Смотрю, дети бегут за наших подводок. Ну, я говорю, остановитесь, собаки там. Ну, остановились там. Они подошли, и все стали прыгать на меня. И так, и всяк, все прочее. Я говорю, ну, нет, спасибо, все остальное. Полюбили вас, да? Я выдержал, а потом немного подъехали и заплакал. Настолько сильно, что меня вовсе никак не может остановить. Это я понял, настолько я был привязан к ним, или дети ко мне, я не знаю. Вот это бы я еще перекрутил. Так что есть такие моменты, которые очень-очень трогательны. Конечно, и армия, и кого-то училище. А я вот хочу вернуться к вашей фамилии. Какая у вас красивая фамилия. Какая говорящая фамилия. Богатов. А что вы считаете истинным богатством? Вот вы же говорили, чтобы издать книги, нужны деньги. Вот деньги вы считаете богатством? Сколько-то рублей надо, конечно. Без денег вообще-то невозможно. Я специально изучал эту тему тоже. Как и американский экономист, который получил Нобелевскую премию о богатстве. А потом я вернулся в Руссо. Он пишет тоже о том же, о бедности и о богатстве. Сегодня Путин опять поднимает этот вопрос. Будет послание его к федеральному собранию. Он там официально говорит, буду поднимать этот вопрос, потому что я, говорит, недоволен тем, как решается борьба против бедности. Поэтому, безусловно, мне тоже так задавали вопрос. Откуда все так? Ну, а я говорю, я же уже собирал бутылки и продавал бутылки, и деньги копил. Мы с женой ходили на Волгу, там собирали бутылки, целые мешки. А что? У нас поэты, писатели, которые работали дворниками. А богатого что-то почему? Не собирать. Я вместе с народом. Народ что делает, я это и делаю. Итак, деньги нужны, безусловно, для того, чтобы осуществлять какие-то свои планы, мечты. Вот хотя бы для того, чтобы издавать книги. И еще. Что вы считаете богатством? Богатством? Вот у меня там есть честь и совесть. Все мое богатство. Кто-то ухватил за это выражение, говорит, как, неужели у тебя больше никаких таких? Я говорю, может быть, есть, но самое главное для меня, что честь и совесть. Совесть – это внутренний закон человека, а честь – это внешнее признание общественностью. Твоих заслуг, может быть, есть. Но я не считаю, что я вот так вот достоин всего этого. Потому что я, с одной стороны, рад, что жил в двух эпохах. Поэтому я смотрю, а что за человек? Дружись с кем, все остальное. Для меня на первом месте – вот это честь и совесть, правдивость. Вот эти, кажется, на первом месте. Вы живете с внуком. Как зовут внука? Сколько ему лет? Лет уже 30. А вот за это подрастающее поколение, которое ведь выросло уже в новое время, во время рыночных преобразований, демократических реформ, вы спокойно за своего внука, он хороший человек, или все-таки чувствуете в нем вот эту червоточинку потребления? Нет, не чувствую, что в нем сидит именно вот эта червоточинка. Нету. Но за будущее поколение я очень-очень обеспокоен. Какая-то тревога, потому что нет самой главной цели. Сам Ленин даже стал сомневаться в последние годы. Можно ли первого испытать человек? Вот это вот самый трудный вопрос. А вот Александр Двардовский, он говорил, а вы знаете, советский народ был воспитан не во время войны, а заранее, во время первых пяти лет, коллективизации, во время Стахановского движения, сколько угодно. То есть коллективный труд прежде всего воспитал советский человек, который победил фашизм. Вот самое главное. А когда начинаешь читать основы коммунистического общества, ведь на первом месте стоял человек. Не богатство, не богатство, нет богатства когда-нибудь будет, мы еще лучше будем жить. Это никто не отрицал, и Ленин, и Маркос. А вот человека коммунистического труда, сознания, этого добиться невозможно будет при частной собственности. В этом я уверен на сто процентов. Александр Михайлович, возвращаемся снова к вам. Шахматы, стихи, книги. Вы такой разносторонний и увлеченный человек, а все-таки из всего перечисленного, что ближе всего к сердцу. Хождение физическое, ходьба, все прочее, помогает продлевать жизнь. А вот если вы мозг не будете развивать свой, в наших дискуссиях и все прочее, это еще хуже. А если мозг у вас будет развиваться, то вы очень долго будете жить. Как нужно его поддерживать людям вашего возраста? Я, например, боюсь и думаю, вдруг мой мозг перестанет думать. То есть думать надо, вот ваш совет. Да, совершенно верно. Или стихи сочинять, или в шахматы играть. Когда надоест мне одно дело, я перехожу на другое. В шахматы играю. С кем играете? Я играю только по интернету, особенно с американцами. Ну и как? Ну победы-то есть? Да. Уложили американцев на лопатку? Резинка у меня 1800. Но самое-самое интересное для меня было, вот самое трудное время, рыбалка. Я 50 лет ходил по одной тропе, залив. Это Старомаинский район, поселок Прибрежный. И вот там, в Чёше, каждое лето, когда отдыхал, всегда туда ходил, залив, ловить рыбу. Рыбалка мне помогла сохранить здоровье. Вы по-настоящему любите писать стихи? Да. Вообще 20 лет уже. А когда вам лучше пишутся стихи? По дороге, когда иду, прогулки. Вот эта рыбалка, это там 3 километра до залива Малиного врага. Вот тогда как раз и появляются желания. А у вас про что стихи? Про политику или лирика? Всё, всё есть. Лирика тоже есть. Но, как говорил Есенин, о цветах писать любой может. Меня гложет другая политика. Поэтому самые большие свои труды, поэмы о Ленине, он написал почти два года. До этого не писал. А Пушкин и что больше удивил меня? Пушкин говорил, что если нет политики ваших, как вы не поедете. Поэтому писать о политике намного труднее, намного опаснее, чем писать о цветах и всё прочее. Но есть такая лирика у меня. Ну что, почитайте стихи нам. А вот Амархаям пишет здесь вот. С ослами будь ослом, не обнажай свой лик. Амархаям. У меня появилось. Готовь я мудрым внять устам. Но ты проси меня, Хайям. Или нет пошады им, ослам. Или ослом останусь сам. Возможно, в пору ту Амар. Осёл был чище, чем комар. И хлопал длинными ушами, Слашава улыбаясь с вами. Но нынче поголовно злы, Хитры надменные ослы. Глядя чужой карман, Наглы и уши им свои малы. Малы, когда встречаюсь я с ослом, Столкнусь, будто бы со злом. Назад не делаю, ни шагу. Я сразу обнажаю шпагу. Александр Михайлович, ну это практически басня. Изопов язык. И так остроумно. Выслушали Александра Богатого, журналиста, нашего старшего коллегу. Сегодня ему исполняется 85 лет. Вечером в 19.20 эта беседа, которую подготовила Наталья Козина, прозвучит полностью. Вот и закончились новогодние и рождественские каникулы. Но так хочется, чтобы праздник задержался чуть подольше. В первый месяц Нового года Ленинский мемориал сохраняет у людей новогоднее настроение. На днях ульяновцы побывали на концерте с красочным названием «Загадай желание». В этом концерте принимал участие приглашенный солист римской оперы Тимофей Баранов. Тимофей родился в Ульяновске. Его отец – известный в городе певец и автор песен, руководитель эстрадной студии «Мираж» Вячеслав Баранов. Неудивительно, что сын пошел по стопам отца. Творческий путь Тимофея начинался в Ульяновском музыкально-педагогическом колледже номер два у педагога Игоря Осанова. По окончании колледжа талантливый парень поступил в Московский государственный институт музыки имени Шнитке, а в 2015 году прошел стажировку в Милане. А не так давно Тимофей Баранова пригласил к сотрудничеству Римский оперный театр. Перед концертом сын и отец Тимофей и Вячеслав Барановы заглянули к нам в студию. Путь сложный. Именно он сложен тем, что нужно каждый день себя перебарывать, учить новые произведения, постоянно работать над собой, потому что по разделу совершенства нет, и каждый день ты находишь у себя какие-то небольшие проблемы, которые нужно решить. И, опять же, выступления, участие в конкурсах. Все это неотъемлемая часть того, чтобы быть востребована. В этом деле, да в любом, главное желание. Довольно-таки непросто даже было Тимофею после окончания Шнитке взять, оформить документы, чтобы там попасть. Только на прослушивание в итальянский театр нужно было сделать очень многое. Это, во-первых, изучить итальянский язык, причем в несколько этапов. Нужно жить, оплачивать, само собой. Потом, для того, чтобы тебе дали визу, нужно было поступить в итальянскую школу искусства, консерваторию типа. Просто, чтобы выучить итальянский язык, нужно непосредственно жить в Италии, потому что даже если у тебя есть итальянский педагог здесь, в России, то ты не сможешь его выучить так, как нужно. Нужно именно его слушать каждый день. Жить в нем, да. И для этого, конечно, лучше поступить или в институт, или проходить множество курсов, мастер-классов, чтобы находиться там. А сильно ли отличается уровень музыкантов, исполнителей итальянских от российских? Все-таки вы выросли в музыкальной семье, ваш отец тоже исполнитель. Во-первых, сама система сильно отличается по приглашению солистов. Если у нас в оперных театрах в основном система штатные солисты, и они постоянно поют в этом театре. В Италии же наоборот. Там солисты все приглашенные, именно те, кто поют. И, соответственно, если солист спел не очень хорошо, то его в следующий раз просто не позовут. И поэтому уровень, за который борются, который нужен итальянским театрам, которые одни из самых знаменитых театров, потому что сама опера началась там, и оперный язык самый итальянский. И, соответственно, те, кто поют в итальянских театрах, это уже высокий уровень языка, уровень стиля итальянской музыки. Когда Тимофей съездил в Пятигорск с учителем своим Асановым, замечательный педагог, именно он подготовил его для поступления в Шнитке. По той программе, ну, если ты не знаешь программу, ты просто не поступишь. Вообще тут было очень даже интересно. Тимофей образованием успел училища, его даже в Москве, в Шнитке, не хотели прослушать. Молодой человек, а вы откуда вообще? Потому что у меня был диплом не из музыкального училища, как обычно происходит, а как педагога. А обычно педагоги дальше не поступают. То есть идут по педагогической стиле, скажем так. Всё-таки Тимофей настоял для того, чтобы его прослушали. И когда уже прослушали, ну уж взяли. Так и получилось. Так что вот настойчивость, желание. Так вот по Пятигорске. Одни поехали с Асанова на этот конкурс, там должны были выступать. Получилось так, что они там ничего не заняли, потому что, как у нас пишется всегда одно, а на самом деле всё другое. Они единственные исполнители, которые приехали исполнять музыку вживую. То есть живой рояль и голос. Остальные все с флешкой и пели по тридцам. Вот есть фотография, где Тимофей стоит в птице Пятигорский орёл. И он рядом стоит. Вместе они взлетают. И я вот посмотрев эту фотографию, понял, что всё у него получится. Ну, в принципе, так и вышло. Ну, конечно, ещё раз, желание, трудолюбие, самотверженность какая-то. Ведь это уехать из родного гнезда, сначала в Москву, потом с чужой страну, скитаться там, как говорится, жить, зарабатывать. Тоже в ресторанах Тимофей зарабатывал, играл на гитаре. Он закончил музыкальную школу по гитаре, потому что петь-то нужно было, беречь голосовой аппарат. И даже там встретил свою судьбу в Италии. Но она оказалась не итальянкой, а россиянкой. С какими сложностями за границей приходится сталкиваться человеку из России? Ну, в первую очередь, это легально там жить. Это один из самых больших проблем. И также работать. Так как, чтобы работать за границей, нужно постоянно иметь визу. Ты можешь находиться в Европе максимум 90 дней в полугодии. И потом ты должен оттуда выезжать. Ну, по мне, самые такие большие проблемы это вот именно с документами. Даже зарплату некуда перечитать. А это невозможно практически оформить. А чтобы открыть карточку банка в Италии, то нужны опять же документы, где ты живешь именно в Европе. Мне помогло то, что я поехал туда сначала именно учиться и прошел в молодежную программу. И оттуда у меня началось, что я уже стал готовить все эти документы. То есть очень длинный путь. А как в Европе относятся к русским? Наверное, ни для кого не секрет, что мы там, по большому счету, ни для кого не нужны, если ты не обладаешь каким-то удивительным талантом или даром. Я скажу за музыкальную составляющую, за певцов, то, что русские певцы в Европе очень ценятся. Во-первых, ценятся тем, что у нас, у русских певцов, именно тембр голоса очень сильно отличается от европейских. Но техника вокального пения также очень сильно отличается. И обычно, если русский певец поет за границей, значит, он получил очень хорошую техническую школу. Именно вокальную. А у папы, может быть, тоже появлялись идеи перебраться туда, в италью? Нет, зачем? У меня здесь дача. У меня здесь родной круг людей, которых с каждым угодно, конечно, все меньше. Ну, нет уже. Лучше мы будем ездить к Тимофею на концерты. Он там три года прожил. Я каждый год летал к нему на все его выступления, на все его оперы. Ну, про оперы, которые, наверное, мне очень понравились. Я впервые слышал вживую. Я был на Кармене. Первый раз, когда я приехал, пел итальянский живой хор. Это неописуемо. Огромная сцена. Перма Каракала. Древний римский банк. Это знаменитое место, где дали свой первый концерт Тритинера. Повороте, Доминго и Карерос. Открытая площадка. Вот он там исполнял роль Моралеса. За три года я спел 13 опер, и это получается 100 постановок. То есть за этот период. В главных ролях в трех операх. А как вот вообще вот изнутри выглядит этот процесс? Вы приходите на репетиции, готовитесь. Вообще система такова. Всех артистов приглашают на спектакль, который начнется примерно через месяц. И за месяц всех зазывают, и начинаются репетиции. В начале только режиссура. И где-то за три недели до начала спектакля начинаются музыкальные репетиции. И за полторы недели уже начинаются репетиции с оркестром уже на главной сцене. То есть сам процесс, он месяц. Минимум. А то бывает более. Вячеслав, думаю, наверное, вам уже есть чему поучиться у сына. Раньше и Тимофей звонил, спрашивал, что как, не так. Что сейчас, все так. Мне ему подсказывается уже нечем учить его. Он вырос. Теперь он, как говорится, сам себе режиссер. Ну, пение учится всю жизнь петь. Это такая штука, что постигать этих опер, арии из опер, великое множество. А хочется спеть все. И концерт Тимофея, который красиво называется, кстати. Загадай желание. Так вот, хотел услышать именно эти слова, потому что мое желание сбылось. Тимофей переехал с большим концертом в свой родной город. И вот сегодня была репетиция, и я вспомнил, что получается 18 лет назад я сел в то же самое кресло, когда сидел маленький, и слушал, когда папа подавал свой сольный концерт в этом же зале. Прошло 18 лет. И мы поменялись и ставили в ясенном зале. Действительно ли вы верите в то, что какое бы желание человек не загадал, если желание действительно искреннее, то оно обязательно сбудется? По большому счету, да. Главное, сильно этого хотеть и не отступать. Да. Бить в одну точку, не распыляться. Пример Тимофея Баранова еще раз доказывает, не нужно останавливаться на достигнутом. Всегда есть к чему стремиться. Главное не опускать руки и следовать за мечтой. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok